Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 19 сентября 2018 года. Старый забытый формат, когда я снимаю на компактную камеру видео, когда я иду куда-то гуляя и по делам. Вот сейчас я иду по улице Шевченко и направляюсь в мастерскую, которая занимается ремонтом различной цифровой техники и в частности я несу туда свой смартфон, у которого пришла в неисправность батарея. Батарею просто раздуло. И я сейчас иду сдавать в починку. Я там уже был, заказал якобы оригинальный аккумулятор. И сегодня вот я, не знаю, при мне его там поставят или придется еще оставить на какое-то время свой аппарат, ну я вот не знаю. Ну, иду, солнышко светит, тепло на улице, хорошо. Так что покажу еще одно место, где можно починить свой смартфон. Ну вот я приближаюсь к улице Краснозеленых. Сейчас я показываю, вот как красиво Катальпа у нас. Все-то еще зеленое освещено солнцем. И вот здесь вот направо, сейчас я поверну, будет улица Краснозеленых. По пешеходному переходу я ее перейду. А вот там вот видите магазин Мелодия. Вот сейчас я его покажу, где я брал свою гитару на первый заработок. Так, где он там? Ага, вот он Мелодия. Так вот, в магазине Мелодия я брал свою гитару. По ссылке вы можете сейчас, по всплывающей ссылке, посмотреть. И сейчас я поворачиваю вот сюда направо. Через какое-то время я перейду и пройду как раз в этот вот в эту мастерскую. В пятнадцатом году вот этот дом только строился. Здесь стоял забор и здесь размещался, размещалась будочка экскурсий. Там работала моя Наташа. Вот тоже посмотрите по всплывшей ссылке, как это было. Ну, я продолжаю свое движение. Ну, я, как всегда, немножечко лутаю, потому что один раз был в этой мастерской. Вот пошел ее искать дальше. Сейчас я на Новороссийскую свернул и вот немножечко возвращаюсь. Чистенько, кстати. Вот я замечаю, что, хотя это такой двор, а чисто достаточно. Так, ну, вот, кажется, здесь. Сейчас посмотрим, проверим. Нет, оказывается, не здесь. Странно, почему я не могу найти это место? Туда я сдавал свой планшет, смартфон. Вот туда, что ли, замокли? Я помню, вот это по тесту на мастерской. Вот еще один указатель. И обитатель на тренировке. А, да, точно. Вспомнил здесь, прямо как в фильме. Вспомнил вот этот памятник, а вот то дерево. А это вот как раз магазин «Мелодия», в котором я гитару брал. Вот. А вот здесь вот этот сервис и находится. Называется он «Арбалет». Точно, здесь. Ну вот, друзья, я часок погулял, даже больше часа погулял по городу. Ну, правда, с пользой. Уточнил, зашел некоторые дела в банке. Вот опять я перед магазином «Мелодия», в котором я покупал свою гитару. И сейчас я опять пошел в «Арбалет». И интересно, сделали ли мне мой смартфон. Посмотрим. Так, ну вот, сижу я сейчас здесь на лавочке, на Шевченко, на детской площадке. И, конечно, печальный, потому что забрал я свой смартфон из ремонта, но с ним произошло нечто удивительное. Ну, мне об этом сказали там в мастерской. То есть там, он говорит, в связи с того, что аккумулятор мой вздулся, да, он каким-то образом нарушил, вот так скажем, в общем, какие-то пятна появились на экране. Вот здесь вот хорошо видно, вот эти пятна. Вот они, как внизу, как облака. То есть, как будто бы тут вот эта часть затененная, а здесь она вот светлая. Вот видно, что даже по значкам. Тут значки светлые, как они должны быть, а тут они абсолютно темные. Ну, если вот так вот... Ну, у меня тут фотографии нету. Так, ну, если бы, допустим, сфотографировать сейчас что-то, сейчас посмотрим. Ну, вот, допустим, сфотографирую вот эту вот. Так, теперь смотрим на качество фотографии, да. Ну, опять же, здесь вот светлая, здесь темная. Ну, наверное, конечно, когда это закачается в интернет, будет и нормально, вот. Но факт остается фактом. У кого были подобные проблемы, кто может как-то объяснить это? Может быть, среди вас есть люди, которые сами занимаются ремонтом цифровой техники? Может быть, кто-то сталкивался, читал где-то? Вот напишите, как такое могло произойти? Часто ли это случается? Ну, как-то мне очень сейчас нужен ваш совет, друзья. Ну, а также я надеюсь, что вы оцените это видео. И подпишитесь на мой канал. Все-таки я надеюсь еще снимать с помощью этого смартфона много интересных видео об Анапе. Пока, друзья. Не забывайте написать, что же с ним произошло со своим смартфоном.